Мелодия символ, мелодия реквием. В память о тех, кто под эти звуки с Красной площади уходил на фронт, по традиции открывает парад победы, который сегодня одновременно демонстрация мощи нашей армии. Подготовка к нему уже началась. В частях идут тренировки, а на полигоне Алабина, точной копии Красной площади, совсем скоро первые сводные репетиции. Работа в данном направлении идет полным ходом. Благодаря своевременно принятым мерам нам удалось не допустить распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих парадных расчетов. Это во многом способствовало соблюдение установленных требований, тренировкам. К их обеспечению допускаются только те, кто прошел вакцинацию и имеет антитела COVID-19. В составе пеших расчетов по брусчатке Красной площади пройдут 12,5 тысяч военнослужащих. Механизированная колонна будет насчитывать свыше 190 единиц вооружения и техники. 35 из числа новых и модернизированных образцов. В воздушном строю пролетят 76 самолетов и вертолетов. Всего парады пройдут в 28 городах России. В них примут участие почти 50 тысяч человек. Еще одна тема – реализация майских указов президента и поручений по итогам цикла военных совещаний в Сочи. В условиях сохранения потенциальных очагов напряжения в Азиатско-Тихианском регионе, Восточном военном округе, в прошедшем году успешно решил все поставленные перед ним задачи. Впервые в целях контроля и безопасности Северного морского пути в Арктической зоне отработаны вопросы оперативного развертывания группировки сил Тихианского флота на Чукотском оперативном направлении. Дальнейшее развитие получила система противовоздушной обороны округа. С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитно-ракетное подразделение на современных комплексах С-300, В-4, на острове Сахалин, на системах С-400, на Чукотке, усотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В целом это обеспечило надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей. Только в прошлом году в рамках госпрограммы вооружения Восточный округ передано более 900 современных самолетов зенитно-ракетных систем бронетранспортеров. Местные танковые экипажи вот уже пять лет подряд удерживают пальму первенства армейских международных игр, а военнослужащие округа регулярно оказывают помощь населению в ликвидации последствий ЧАЭС. На качественно новый уровень, по словам министра, вышли и воздушно-десантные войска. В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание 3-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии в СКОЕ. К концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду, 56-й десантно-штурмовый полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии. Продолжаются поставки современного вооружения и военно-техники, доля которых достигла почти 72%. В феврале в войска поступил 10-й батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта. До конца года его поставлены еще два. Завершены государственные испытания защищенного автомобиля специального назначения «Тайфун ВДВ». За неполные три месяца военнослужащие ВДВ уже совершили более 40 тысяч прыжков с парашютом, десантировали десятки единиц военной техники. Раскрыл Сергей Шойгу некоторые детали проведения стратегических учений Запад, главных в этом году. Впервые будет осуществлена выброска парашютно-десантного батальона на БМД-4М. С применением современных средств десантирования проведена апробация перспективных управляемых парашютных грузовых систем. В целях укрепления международного военно-сотрудничества ВДВ совместно с армиями иностранных государств примут участие в 55 мероприятиях в России и за ее пределами, включая 7 учений. «Важно отметить, что деятельность ВДВ направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности в Республике Крым, Псковской и Омской областях». Отработать практические действия, в том числе на незнакомых полигонах и создать условия, максимально приближенные к боевым с привлечением всего личного состава Сергей Шойгу поручил во время так называемых контрольных проверок, которые по традиции пройдут уже в апреле. Константин Коковешников, телеканал «Звезда».